Будем всех разносить, плей-офф, другому никак, плевать на соперника, всех разносим. Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Vabon Games. Ну вот и пришла пора плей-офф в нашем кубке Sargas, на которую мы регулярно в течение уже нескольких месяцев ездим в город Саратов. Ну а если вы, друзья, вдруг впервые увидели вот эти наши игры в этом самом турнире, то лучше по ссылочкам в описании или по подсказкам находите первые игры, потому что тут все нужно смотреть по очереди. Идет все очень поступательно, очень интересно и очень захватывающе. Это точно. Спасибо вам за классные отзывы, спасибо за то, что поддерживаете, спасибо за то, что ставите лайки. Это очень приятно, команда действительно читает все комментарии, и обращает внимание на каждого, кто пытается сделать внятные подсказки для улучшения нашей игры. Ну и в прошлом ролике, друзья, очень важная была игра, где мы должны были распределиться по местам плей-офф, поэтому я хотел бы, чтобы вы еще раз внимание на этот ролик обратили, так как у него там не так много просмотров, как у предыдущих серий, может быть, просто не в самое удачное время вышел этот самый ролик. Поэтому вот в подсказочке он есть. Друзья, перейдите, посмотрите, пожалуйста, и поставьте свой большой пальчик вверх. В этот раз нам предстояло, возможно, самое напряженное по графику поездка. Все дело в том, что плей-офф играется до двух побед. И при случае, если после первых двух игр у нас будет ничейный результат, то нам придется еще и третью игру играть в течение одних суток. Так что сегодня вы увидите первый матч из серии против Моторкома. Это та самая команда, с которой мы уже зарубились в группе. И именно с ними мы играли в серии буллитов. А если вы по-быстрому поставите полторы тысячи лайков на этот ролик, то я прям завтра выпущу вторую игру. Вроде не опаздывают, но уже вагоны путают. Уже в добрую традицию вошла поездка на поезде. И, естественно, настроение у нас было достаточно веселое, потому что мы понимали, что сейчас в плей-офф нужно просто кайф получать от игры. О-о-о, бежит, 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 смотри, смотри, смотри. Макс, а тут это, Макс, знаешь, тут драки сейчас нет, конечно. Макс, делай двоечку. Давай. Фирменную? Ой, это что это за кепка такая? Я что-то не понял. Ни с того стороны, ни с той. Не та команда. Подожди, подожди, фокус, фокус. Это что это такое? Это говно вот это пицбургское просто. В Саратове мы оказались в районе 7 утра, а уже в 9 нам нужно было выходить на первый матч. Герой прошлого видео, наш капитан Сергей Тарханов, которому вы написали кучу отличных отзывов, и он просил меня, чтобы я передал вам большое спасибо за это. Так вот, Серега в этот раз, к сожалению, не смог поехать по понятным причинам, и роль капитана исполнял у нас Рустам. Начинается так, а тот получает здесь шайбу, отрывает ее от борта, либо на кружку, получается, в одно касание откидывает центральному, централья либо обратно, либо сам, либо диагональ. Ну а вообще в раздевалке у нас, как и обычно, было весело. Костян, ну что ты с Вадимом делаешь? Ну зачем это, Костя? Костян, зачем ты? Вадик, ты ни при чем же был вроде. Начался матч очень активно, и вот тот самый 29 номер, которого вы должны еще помнить у соперников, по прошлому видео напрягал Петькины ворота регулярно. И в итоге это привело к тому, что мы в самом начале игры получаем два подряд удаления и играем 5 на 3, что, конечно же, приводит кучу опасных моментов около наших ворот. Но эти удаления реализовать сопернику не удалось, а чуть позже у нас возник первый и самый опасный момент вот этих начальных минут встречи, где Женя Шилков после передачи Парфена выходит один на один и попадает в штангу. Было невероятно обидно, потому что в таких играх очень важно открыть счет первыми. Ну и как это обычно и бывает, не забиваешь ты, забивают тебе. Прям в следующей атаке Женя тут падает по борта. И, кстати, возможно, там было нарушение, но вот с этого ракурса не совсем понятно. И 29 номер, подбирая шайбу, наносит сначала первый бросок по воротам Пети, с которым Петя справляется. Ну а потом на добивании забивает свой гол. И вот 1-0 мы проигрываем. Но уже в следующей смене я подбираю шайбу и отдаю передачу на Гладышева через борт. Серега ее подхватывает. И своим кистевым броском забивает гол в ближний угол. Здесь я, друзья, от радости даже на ногах стоять не совсем мог, потому что был очень рад вот этой своей голевой передаче и первому очку в плей-офф. Невероятно важно было отыграться как можно быстрее, и поэтому Серега, красавчик, очень вовремя забил эту шайбу. Ну и именно с таким счетом закончился первый период. Второй период начинается с нашим преимуществом. Чувствуется, что гол придал нам немного уверенности, и у нас стало больше получаться в атаке. В одном из эпизодов шайба даже попадает в штангу после броска Парфена. Но какая бы серьезная игра ни была, мы не можем без юмора, друзья. Вот посмотрите, какие танцы вытворяет наш ген-менеджер на площадке. Я просто похлопаю. Костяныч, это было очень весело. Ну а вот в этом эпизоде после индивидуального прохода Мороза кому-то даже показалось, что шайба оказалась в воротах, но нет, она с обратной стороны сетки туда прилетела. И после застряла в форме у голкипера, поэтому многие просто не увидели, где шайба, и радовались голу. Вот еще один опасный момент у Игоря, но он тоже не заканчивается взятием ворот. Но буквально уже в следующем эпизоде Макс Кухарь, который в прошлый раз отдавал передачу на Игоря, уже взял все в свои руки и попал точно под перекладину голкиперу соперников. И 2-1, мы наконец-то забиваем свой гол. А на последней минуте второго периода у наших ворот случился самый опасный момент в этом периоде. Даже несмотря на то, что мы гол как бы забили, но здесь было намного опаснее. Просто посмотрите сначала, на какой скорости 47-й номер соперников убегает 1-1, но просто ему не удается. Но при этом атака продолжается, и здесь уже просто как-то по-геройски Сережа Ремис, который постоянно играет в этих подкатах, опять катится, закрывает ворота с собой, потом перехватывает шайбу, и все-таки мы ее выносим из своей зоны. Хух, это был очень важный момент, который, слава богу, голым не закончился. И именно со счетом 2-1 мы закончиваем второй период. Третий же период начинается с отличного спасения Пети. Но в середине периода мы все-таки пропускаем. Тут, потеряв шайбу в чужой зоне, ребята из моторкома ускоряются в быструю контратаку, и вот такое стечение обстоятельств происходит, что где-то мы чуть-чуть, нам не хватает каких-то сантиметров, и в итоге выход один на один, и Петя не смог спасти в этот раз. Но буквально в следующей же смене у нас происходит вот такой эпизод, когда 4 человека из нашей команды выходят на одного голкипера, и шайба в эпизоде остается у Коли, который бросает их с голкипер моторком, и делает просто чудо какое-то. Затем два момента у меня. Сначала я не попадаю в ворота с лету, а во втором моменте я просто и ворота после разворота не совсем видел, да и времени, как мне казалось, у меня немного для того, чтобы прицелиться. Ну и в итоге все эти нереализованные моменты приводят к тому, что сначала происходит у наших ворот очень уникальная ситуация для хоккея, когда шайба попадает в две штанги одновременно, ну а затем мы пропускаем гол. И вновь 29 номер по фамилии Юнусов, безусловно, лучший игрок команды соперника. 3-2 мы проигрываем, и остается совсем немного времени для того, чтобы вернуться в эту самую игру. Мы, естественно, ринулись в атаку для того, чтобы отыграться, и было у нас предостаточное количество неплохих моментов, особенно вот этот проход Игоря Парфенова. Но забить не удавалось, и когда диктор объявил по стадиону, что остается всего 2 минуты до конца третьего периода, у меня в голове проскочила мысль, а что если сейчас случится полное повторение нашей предыдущей встречи? А я думаю, многие из вас видели тот самый матч и знают, чем он закончился. Только тогда наш соперник отыгрывался. И концовка действительно получилась очень нервная. Сначала Женя Мороз зарабатывает удаление, и у нас появляется шанс, потому что численное большинство, но практически тут же удаляется Парфен. И сразу же после этого в перепалку вступает Рустам и капитан команды Моторком, которая заканчивается дракой. Вот такие вот страсти, друзья, кипели на площадке в последних минутах этой встречи, но для нас не сказать, что это в плюс, потому что мы на концовку лишаемся Парфена и Рустама, которые уже в последних атаках помочь нам не могут. Но справедливости ради я должен сказать, что тут видно, Рустам не хотел драться, а перчатки первый скинул как раз-таки оппонент его. Но в любом случае для вас, как для зрителей, это очень зрелищно смотрится, поэтому ставьте лайки, друзья. Хоть и любительский, но вот такой горячий хоккей. И это было еще не все. 44 секунды до конца этого периода. Вбрасывание в нашей зоне. И вы понимаете, как было мало шансов на то, что мы сможем отыграться, но все-таки Мороз, который получил шайбу, и сделал такую четкую паузу, кистевым попадает точно под перекладину, и там просто какая-то пееричная радость была у всей нашей команды, потому что таких камбэков мы давненько не делали. Это было действительно круто. Ну а дальше вы знаете. По регламенту этого турнира, если ничейный результат за 2 минуты, по-моему, до конца третьего периода, то сразу назначается серия буллитов. Где-то мы уже это видели. Первый к шайбе подходит кухарь. Напоминаю, в прошлый раз Макс, к сожалению, забить не смог, но сейчас хладнокровно разобрался с голкипером. 0-1. Первый бросок у соперника исполняет 47-й номер, который тоже нам кровушки попил в этом матче, и он тоже его забивается. 1-1. Второй бросок исполняет герой последних секунд встречи, Женька Мороз, и, к сожалению, он свой буллит забить не может. Но и второй бросок соперников оказывается неточным, поэтому счет равный. Ну а последний наш бросок поехал исполнять Ремес, так как Парфен сидел на скамейке штрафников и не имел права буллит бить. Серый делал все очень грамотно, и казалось, что уже наверняка убирает вратаря, но тот делает чудо спасения. И нам остается надеяться на Петьку, которая остается 1-1 против Юнусова, но, к сожалению, он забивает. Да, друзья, вот такое вот обидное повторение прошлого матча. Насколько оно получилось идентичным, были поражены, наверное, все. Представляете, насколько обидно было нам. Блядь, такого повтора. И он первый парень. Ну и все равно все нормально получилось. Миздец. Ну а больше всех после матча расстроился, конечно же, Мороз, который только что был героем этой встречи, ну а потом не смог реализовать свой штрафной бросок. Хотя я, кстати, не считаю, что тот, кто не забил буллит, должен прям так сильно убиваться, потому что все-таки в какой-то степени это та же самая лотерея, что и при пробитии 11-метрового. Но в любом случае нам не нужно было расслабляться, отдохнуть несколько часов, а буквально через 6 выходить вновь на площадку против той же самой команды, потому что серия ведется до двух побед. И я надеюсь, друзья, что вы ждете эту вторую серию и поставите свои полторы тысячи лайков для того, чтобы прям завтра я уже выложил второй матч наш против Моторкома, который, поверьте мне, получился ничуть не хуже, чем предыдущая игра. Вам же я говорю еще раз спасибо за поддержку. На этом матче было вас очень много. Я даже не успевал всем уделить внимание, но потому что я был в большей степени сконцентрирован на игре. Также спасибо за то, что комментируете и поддерживаете всю команду. Напоминаю, что ссылки на инстаграмы парней находятся под роликом. Переходите и подписывайтесь на них. Ну и на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok